Всем приветики! Я в очках, потому что едем к куличу. Мне нужно пройти снова всех врачей. Я вам не рассказывала, но попозже расскажу. В общем, в прошлый раз я приехала в линзах. Мне сказали, кто проверяет глаза в линзах, поэтому пришлось достать очки свои. Но я с собой линзы кинула, поэтому после осмотра я переоденусь. В общем, не очень люблю я очки. Во-первых, вообще хочу поменять их на железную оправу. Это у меня пластика, он очень тяжелый для переносицы глаз. Всегда остается мне след. Поэтому хочу другие очки себе в будущем. Так что это еще с удовольствием не из дешевых. Хорошие оправы, хорошие линзы. Вот, кстати, помните вот это платье? Оно было мне вот так вот. Чуть выше колена. Я его постирала и посушила. Оно, в общем, село. Я хотела его отдать в ателье и подрезать. Хорошо я этого не сделала. Я как раз думала вот примерно о такой длине. Я уже такая загорелая, потому что езжу на пляж. У нас тут недалеко от карьеры, но потом как-нибудь засниму. Или если вы со мной давно, то у меня с прошлого года мы с Федей там постоянно тусовались каждый день. Ладно, буду выходить. Побрызгала сейчас вот такой штучкой. Это мне подружка дарила Виктория Сикрет. Шиммер. Прикольно блестит. Побрызгала ноги, руки. Так, беру свою карту обменную. Там у меня все домашки. Ой, они еще ключи взяты. И ключи. И вообще поехали. Сегодня куча дел. Куда нужно заехать, поэтому пора выходить. Сегодня по плану мы должны были ехать в Петербург. Но планы поменялись. Вообще, как бы по моему календарю я должна была сегодня уже в этот декрет. Вот, у меня врач не отпустил, потому что он сказал, что они смотрят по УЗИ. А по УЗИ у меня сегодня начало только 20-й недели. Ну, а по идее у меня уже 28-я. Ну, да ладно. И, получается, она сказала мне прийти 17-го. Это следующую пятницу. Вот, тогда она меня уже отпустит. Там какие-то бумажки надо будет, выписку, наверное, для родового. Вот, какой-то родовый сертификат, наверное, мне будет тут. Это первая причина, почему мы еще не уехали. А вторая... В общем, у нас машина 15-го числа едет в ремонт. Представляете? Нам позвонил дилер. И сказал, что нам нужно что-то поменять. Радиатор, радиатор. Какой-то, типа, основной радиатор. Если мы не поменяем, то наша машина слетает с гарантией. Собственно, почему он позвонил? Потому что начали поступать жалобы и проблемам на эту деталь. И, в общем, производитель подтвердил свою ошибку и сказал, Окей, давайте, ребят, всем, кто купил машину в 21-м году, мы поменяем, знаем, бесплатно. Ну, собственно, мы не хотим следить за гарантией, поэтому будем менять. Вот. Конечно, мы уже так сослучились по кубыночку. Я уже думала чемоданы собирать, но чуть-чуть бы позже. Ладно, думаю, тоже я вчера перебрала его шкафчик, где его вещи лежат. Типа убрала колготки. Зачем они сейчас? Вот. Собрала там штанишки ему с собой. Ну, там, одевать. И потом, когда мы обратно поедем... А, у нас еще в Писере одно очень важное дело, которое подтвердилось вчера. И мы потом его заберем. Не знаю, наверное... Я не знаю, сколько его. Ну, а сколько-нибудь и заберем. Потому что нужно врача пройти в два года и поставить вакцину, которую мы еще не поставили. Поэтому я здесь делаю тоже свои делишки и дела. И я хочу с ним на карьеру поездить, чтобы он искался, покупался. Но еще, я не знаю, как мы хотим еще в Сочи съездить, как-то вклинуть в это вообще короткое время. В Писаре у меня стоит до 35 недели. Это где-то середина августа. В общем, нужно до середины августа делать дела денежки. Ну, сейчас едем в Путинал. Приехала в поликлинику. Мне сейчас закапали глаза. Сказали посидеть 15 минут с закрытыми глазами, чтобы, видно, расширялись срочки. Поэтому сидим, ждем. Та-дам! Мы дома. Заехали на почту, забрали комбинезон Фезин, который я заказывала на Авито. Вот, сейчас вам поближе покажу. Как говорится, готовь, Сани, летом! Вот Феде взяли зимний комбез 92-го размера плюс 6 сантиметров. И я надеюсь, что его хватит на две зимы, и он перестанет так быстро расти, как сейчас. Вот так вот он выглядит, такого дизайна. Причем у Лесси есть точно такой же, но вот эти вот мишки, или кто это? Ну, в общем, вот эти вот узорчики. А, это пингвины. Они белые, подумала медведи. Вот, но мне нужны были именно серые. Не знаю, почему. Мне хотелось именно серые. Вот, 92-й размер. Мех, конечно, требует... Ну, в общем, как облезлая кошка. Я хочу его нормально сделать. Буду вычесывать, сидеть. Вот, светоотражатели. Все в хорошем состоянии. Здесь рукава я проверила. И самое, что обычно страдает у комбинезонов, это штрепки. Вот здесь они тоже такие хорошие. Потому что у того нашего их нужно просто снять и выбросить. И можно заказать отдельные штрепки силиконовые. И замочек здесь. Вот такой он один. Он уже большой, так что. Ну, это прям на супер холодную зиму. Вот, не демисезонний. Надо будет еще демисезонний какой-то поискать. И вообще супер. В общем, купила за 1800 плюс доставка 129 рублей. Все, отправляем в стирку. Как я и говорила, все бушные вещи я стираю в тот же день, когда и получаю. Всем приветики. Я закончила снимать предыдущий кусочек несколько дней назад. И поняла, что очень малые материалы. Поэтому решила сегодня доснимать. У нас сегодня среда. И я решила немножечко прибраться. Я еще начала вчера убраться. Мне нужно было найти трудовую книжку. Вот, и решила убраться в ящики. У нас такие основные документы лежат. И, в общем, всякая фигня тоже там лежала. Хочу это все разобрать. Лишнее выбросить. Посмотреть, вот, посмотрите, сколько у нас всяких проводов, зарядок. Они, в принципе, вот эти вот ТЭПСи или какие они, ну, все одинаковые. Сейчас уберусь там. Потом нужно постельку заправить. И, думаю, может быть, съездить на пляж на часок, на два. Там потусоваться, позагорать. И приехать дальше убираться. Потому что мы в субботу уезжаем. Рома сейчас поехал, поставил машину в ремонт. Не знаю, хочу еще помыть окна или не мыть. У нас обещают дожди. Но они такие уже, знаете. Требуют летнего обновления. И я, как говорила ранее, я мою каждый сезон. То есть, ну, кроме зимы. Летом, весной и осенью. Ну, осенью, по-моему, я мою даже два раза. В начале и в конце. Чтобы перед зимой у нас были чистенькие окошки. С другой стороны, у нас вот так вот висят жалюзи закрытые. И я вообще не вижу стекол. Только одно вот мы открываем, как бы, на день. Остальные у нас закрыты. Поэтому, не знаю, чуть-чуть подумаем по настроению. Мы уже все пользуемся Алисой нашей. Решили ее оставить. Вот, очень нравится. Я сейчас музыку на ней слушаю. Приехал Рома. И потом нам позвонили. Ну, мы дома были. Я уже обралась в этом шкафчике. Вот, выставила кое-какие вещи и на Авито, и в наш там ЖК чат. Купи, продай. Вот, и Ром предложил съездить на машину. Мы сейчас поедем. А так, если что, то же самое. Ждем электричку. Поедем за машиной, потом еще по делам заедем. Роме надо. И уже поедем домой. Ну, и РЦ. Как вы могли заметить, мы забрали нашу малышку. Классно ее сделали за один день, получается. Сегодня Рома 8 ее отдал. И в 3 мы уже ее забрали. Вот, уже приехали домой. Рома сейчас поедет на чебуретик, возьмет. С фантой. И думали съездить в ресторан. Прикольно у нас тут есть. В Жуковском. Называется Клешни. И хвосты. Ну, туда ехать 43 минуты, и мы решили, что... Не, не поедем. А Ром, кстати, что-то говорите, что-то что не накрасилась? Я говорю, ой, мне так не хочется вообще краситься. Вот, поэтому поехал сегодня и накрашу. Немножко в шоке от этого. Сейчас приду домой, покажу вам, как убралась в ящике. И я думаю... Я просто выставила на продажу. Я не знаю, сколько подождать. Если что, просто возьму все и выброшу. По кондо-мори. Все не нужно, я с глазолой. Вот. И мне нужно убрать зимние вещи. Но я, наверное, это буду завтра уже делать. Буду завтра убрать зимние вещи. У меня завтра еще педикюр. И покажу вам свой результат, как я убралась. Вот у нас такие, знаете, основные документы. В этой папке мои. Ромы. И здесь уже по его работе целая стопка. Тут у меня для беременности папочка. Обменная карта. Полис лежит. Здесь тоже по работе Ромы. И тут Федор. Медицинская карта. Мы тогда в садик собирались. У нас в поликлинике. Мы не знаем. Может быть, обратно теперь в поликлинику унесу. Ну и здесь так, по мелочи. Вот тут вот. Оставила парочку зарядок всего. Ножницы. Потому что Федя их пока не достает. Вот здесь ремешки. Вот этот ремешок, кстати, продаю на Авито. Он размер ML. Мне не подходит. Я сейчас... Ну, я вообще с коротеньким хожу. Ну, и здесь всякая чепушня. Тут у нас наша первая фотосессия с Ромой. Ничтой свадебный. Зарядка. И жесткий диск. Вот. Это у меня от зубной щетки тоже зарядка. В общем, как-то так. Так, и что я продаю? Вот эти наклейки на горшочек. Я брала с животными, и Федя не зашла. Думаю, может быть, транспорт ему зайдет. Но тоже, знаете, нам эти наклейки не очень помогли. Но девочки, которые мне советовали, им как раз-таки они и помогли усадить ребенка на горшок. В общем, здесь у меня в комплекте 6 штук. Если вам надо, продаю за 100 рублей всего. Вот. Покупала, конечно, дороже. Учитывая, что там два комплекта. А вот это у меня защитный стекло на часы. Но, не знаю, я просто так отдаю. Мне не потребовалось. У меня, знаете, вот такая вот силиконовая защита. По всему периметру. Мне она очень нравится. Конечно же, пожелтела. Надо поменять. В принципе, еще прохожу. И одела оригинальный ремешок. Розовый. Хочу пока с ним походить. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Не забывайте подписаться. Очень много кто смотрит без подписки. Спасибо тем, кто смотрит мои видео через VPN. И до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok